Приветище всем любителям хорошего звука! С вами Левчук Александр, канал Звукомания. Vega 002. Самый лучший из электрофонов СССР. У него присутствует тяжелый огромный стол, лакированная верхняя панель, бока, передняя панель. Отличный вертак для начального уровня. Запомните, Vega 002. Кстати, у него присутствует очень хороший, тяжелый, литой диск. И присутствуют две в комплекте акустических системы 10MAS-1. Я хорошо помню этот звук. Звук Vega 002, когда он у меня появился в детстве, с головой у Nitro MF100. Не помню точно, но, скорее всего, 100. Отличный вертак был. Я тогда на нем слушал много-много композиций. И Zodiac был, и Pink Floyd. Правда, кооперативный Pink Floyd. Это я сейчас понял, что это кооперативный Pink Floyd. Никчемная запись. Но позже у меня появился лицензионный винил Pink Floyd. И как бы все на круги своя встало по качеству звука. Кстати, после него начали уже делать более лучший вертак Vega 109. Вообще, электрофонов Vega 002 было видоизменений очень-очень много. Что хорошего могу сказать? Какие плюсы у данного вертака? Во-первых, тяжелый массивный стол. Во-вторых, диск. Стол, кстати, Польша. У Nitro G600V. С отличным классическим пасекороликовым приводом. Трофон Vega 002 – это отличный вертак начального уровня за небольшую цену. Когда-то он стоил безумные деньги. Миллионы аудиофилов-меломанов начали приобщение к винилу именно с данного вертака. Именно с Vega 002. Раньше все-таки делали хорошую технику с хорошими комплектующими, которую, впрочем, можно переделать. Не стоит принижать советскую технику. Когда-то делали отличные, хорошие вертаки. Пусть даже не с самыми аудиофильскими параметрами. Но при наличии прямых рук вы получаете хорошее качество. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. С вами обращаюсь. Пока-пока.